Возвращение культуры Вот какова позиция тех, кто в самом святом месте говорит «за», а возвращается в свои офисы и говорит «нет». Не хотите мой закон? Свой создатель. Ну сколько можно об этом говорить? Ведь уже сотни слов чужих совершенно уничтожают русский язык. А дети не понимают. Они думают, что это действительно русский язык. А за границей думают, что у русских нет слов для того, чтобы выразить эти понятия. Мы же унижаем себя. Даже ваша должность, Владимир Владимирович, ну что, во всех языках есть на родном языке слово «президент». У турок там «башкан», где-то там «раис». Только у русских нет слова «правитель России», «верховный правитель», там не знаю. Ну другое. Председатель, наконец, в Китае, председатель республики. Ну это чужое слово. Мэр Москвы. С какой стати мэр? Когда тысячу лет это был градоначальник. Начальник города. Поэтому защищать надо язык. Иначе миллиарды людей на земле подумают, что у русских нет вообще ни одного своего термина. Армия, а войска плохо. Русское слово «войска». Войска идут. Нет по-французски. Армия идёт. Батальоны и так далее. Про эмиграцию вспомнили здесь. Здесь что можно добавить? Культура информации про эмиграцию. Надо показать, как они там плохо живут. Вот у меня был директор издательства, где я работал. Карцев, физик. Ну покажите, кем он сейчас в Нью-Йорке работает. Здесь руководил крупнейшим издательством Советского Союза. Кто он там на подхвате? Даже на лиц сотрудника не тянет. Надо показать их убогость жизни за границей. Я понимаю, почему они бежали. Потому что боялись, что снова мы закроем страну. Но показать, что 99% несчастные там, как русские офицеры, официанты и таксисты. Это полковники сели за руль возить парижских проституток. Это достижение русского офицера. Но это была война. Музеи. Музеев много. Но есть уникальные. У нас есть музей танков. Попробуйте туда попасть. Весь мир желает посмотреть. Мы собрали танки всей планеты. Только давайте его дадим, чтобы все могли там побывать. То есть музей должен быть уникальным. Краеведческие есть везде. Надо вот такие музеи делать. Театр. У нас есть театр-современник, но нет ни одной современной пьесы. Насколько можно? Или классика, или иностранщина. А вот сегодня возьмите тот же Гоголь. Мертвые души. У нас еще Чичикова нет сегодня, который скупает не мертвые души крепостных, а скупает акции обанкротившихся предприятий. Их уже нет. Под эти акции получают кредит, а потом покупают валюту и выводят в офшоры. Вот там сюжет. Бесплатно дают. Но что-то ни одного автора нет, чтобы написать современные мертвые души. Ну, или литература. Горе от ума. Давайте осовременим. Там у нас Чацкий. Нет у нас сегодня Чацкого. Есть Софья. И есть Молчалин. Кто такой Молчалин? Чиновник. Почему Софья выбирает между умным Чацким и дураком Молчалином? Молчалина. Потому что у него постоянная зарплата. Он чиновник. Он коррупционер. Покажите это, чтобы было понятно, что и сегодня у нас есть кому-то горе от ума. Или Тургенев Геннадий Андреевич вспомнил. Но трактовка Муму до сих пор устаревшая. Я спрашиваю молодежь, школьников. Говорю, кто главный персонаж Муму Тургенева? Говорит, собачка. Как мог быть? Собачка, щенок, главным героем. С кого брать пример? Или Герасим. Глухонемой дворник. В чем героизм? Барыня главная героиня. О ней писал Тургенев. Это его мать. Это ее дом здесь вот на Пречистенке. Он любил свою мать. А миллионы школьников думают, что герой это собачка или этот глухонемой дворник. А современник нужно. Показать эту даму. Кто эта дама мрует? Васильева, которая там по Министерству обороны проходит. А глухой Герасим, какого-то мигранта взять в Средней Азии. Муму найти. И этот современный спектакль вызовет какой-то интерес. Потому что сегодня нету ни одного автора современного. Вот Достоевский почему стал великим писателем? Десять лет каторги. Какой вывод я делаю? Надо сажать. Если будут сидеть 3-4-5 лет, появится Достоевский. Появится, значит, у нас Чайковский. Маяковского требует страна. Ну, у нас Вишневский. Какие-то его шутки, прибаутки двустишие. Ну, молодежь требует. Где он? Николая Рубцова нет, Есенина нет. Ну, ни одного нет поэта. Поэтому история искусств и культур вырабатывает или тюрьма, или сексуальное меньшинство. Мы и то, и то не используем сегодня. Поэтому нет сегодня ни одного великого деятеля культуры. Натурал, зажравшийся, сидит в Москве в шикарной квартире, творить не будет. Для творчества нужен толчок. Урод будет творить. Вот урод будет творить. Или в тюрьме стал уродом, или по своим каким-то психологическим моментам. А народ требует, чтобы это звучало имя. Чтобы это слово жгло. Какое слово сегодня жжет, так сказать? Все это у нас похоронные дела. Все это мертвые писатели, композиторы, поэты. А нужны современные. Еще открывать будем памятники, памятники. И вся слона, вся страна, кладбище. А для населения, для вдохновления, молодежь хочет живых, новых, с кого брать пример. Поэтому тяжело изучать литературу, 19-й век, 18-й. Нужны современные спектакли. Поэтому я, мой укор в адрес наших гуманитарных министерств. Хорошо работает Мединский, Ливанов. Но им не хватает такого подхода, чтобы хотелось взять учебник русской литературы. Последний пример приведу, когда перегибы. Сейчас русский язык понизили планку. Хотели 36 пунктов. Уже 24. Скоро вообще будет достаточно 3 пункта. Это значит двойка при советской власти. С двойкой по русскому языку мы им даем право дальше учиться. И я 50 лет не могу забыть, как преподаватель МГУ, чтобы меня завалить. Экзамен по русскому языку я ответил. Частицы в русском языке, которые пишутся с черточкой. Кое-то, либо-нибудь таки. Чтобы меня завалить, спрашивают, какая из них может употребляться самостоятельно. Вот если все сидите, обреченные властью, и не знаете этого. А почему я 18 лет должен знать? То есть перекос. Зажать так молодежь. Так, кое в одном месте у Пушкина есть. Кое вышел из лесу. Почему 18 лет юноша из провинции должен это знать? При советской власти перекос. Слишком много вопросов. Сейчас никаких вопросов. Двоечник тебе дает сертификат и пошел дальше. Поэтому проблемы есть. У нас культура самая великая, самая замечательная. Но не надо мешать депутатам принимать законы, которые бы защищали литературу и язык. Я закончу. Как всегда ярко выступил и Владимир Жириновский. Я почитал ваше. Спасибо вам большое. Вы передали такую брошюрку по поводу того, как нужно говорить по-русски. Я поддерживаю то, что вы сказали. Нужно, конечно, избегать излишней латинизации нашего языка. Особенно сейчас обращаюсь к руководителям регионов. Знаете, когда приезжаешь в какой-то город, сразу виден уровень культуры местного чиновничества. Если на каждом углу у нас все названия различных учреждений, рекламы исключительно на латинскими буквами изображены. Ну и где, в какой стране живем-то. Все хорошо в меру. Ну так же, как, собственно говоря, и в использовании различных терминов, слов и так далее. Ну, талант, вы предлагаете слово «гений» заменить на слово «талант». Мне кажется, это не одно и то же. Хотя вот у деятелей культуры надо спросить знатоков русского языка. Первое. Второе. Талант – это из Нового Завета, по-моему, и слово. И, скорее всего, имеет происхождение языка одного из семитских племен. Потому что талант – это и монета, и меры веса. Но поскольку из Нового Завета, видимо, вот оттуда из семитских племен досталось. Поэтому это тоже не совсем как бы наше слово. Но потом метро, ну можно поменять, конечно, на подземку. Но французы же не меняют бестро на кафе просто. Ну, есть какие-то вещи устоявшиеся. Хотя в целом я считаю, что Владимир Вольфович прав. И нам нужно к этому посерьезнее относиться и повнимательнее. Так же, как нужно повнимательнее относиться и всем деятелям культуры к тому, чтобы именно, и Владимир Вольфович тоже об этом вспомнил, глаголом «жечь сердца людей». Не просто денежки зарабатывать, а именно обращаться к сердцу человека. Но впереди туда должна прибыть Псковская воздушно-десантная дивизия. Чтобы я мог спокойненько сойти на вокзале, доехать до этой улицы. Но, понимаете, что-то наглость. Какой-то следователь. Он что, где его? Письмо дай ему. Мамка. Мамка. Махомов. Сставляете? Мамка. Ну, головне следче управления МВС Украины. Главное следственное управление МВД Новороссии. Пускай бланк переделает и напишет. Лидер ЛДПР также заявил, что готов возглавить Новороссию, если ему предложат. Он озвучил основные цели своей программы. Если кто-то захочет Новороссию, я что вас всем возглавлю. Но моя цель будет одна. Чтобы это снова стали все губернии Российской империи. И я за имперский формат развития страны. Не обязательно наследственная монархия. Действующий президент или другой какой-то избранный. На Общем Русском Национальном Соборе может быть избран императором всей Руси или... Не надо нам про миллиарды говорить и про нефть и про газ. Вот город Москва. Две гостиницы. Одну снесли раньше срока и пустырь. Другую уже отстроили. И она пустая. Работают первый этаж только рестораны и магазины. Кто в этом виноват? Сколько недополучено денег? По гостинице Москва спорят два бывших моих депутата. Керимов и Егизарян. Егизарян в бегах, потому что Керимов с Лужковской мафией возбудили уголовные дела. Лондонский суд вынес решение в пользу Егизаряна. Деньги есть. Гостиница есть. Два чудака спорят. Надо их помирить. Мы говорим, где офсоризация? Заставить деньги вернуть сюда. Но нужна амнистия. Мы говорим, верните деньги в Россию, а амнистии нет. Кто же будет возвращать? Сперва амнистия, а потом требования вернуть. Эти два человека, они готовы. Нужно посадить. Кто-то должен посадить их в Белоусов, помощник ваш по экономике. И пускай рассчитается друг с другом и заработает гостиница. Они оба совладельцы. Егизарян привлек чужие деньги. И Дойче Банк великолепно что сделал. Его в тюрьму, он бежит в Америку. Что за бизнес такой? То есть он готов здесь работать. Справа отца убили, потом брата, а его в бегах. Талантливый бизнесмен. То есть мы должны показать успешных бизнесменов, а мы их по тюрьмам, так сказать, гоняем. Предлагаю уголовные дела закрыть в отношении всех бизнесменов. И амнистию всеобщую объявить. И попросить их, и они все сюда эти деньги привезут. И наконец пусть заработает гостиница Москва. Это позор в центре Москвы. Конфетка стоит и бездействует. Хрущев поднял церену. Валерий Владимирович, сейчас нужно поднять малый бизнес. Семейный. Снизу. Заявительный порядок. Никаких документов. Чиновники не пропустят ничего. Только заявительный. Кроме алкоголь, табак, оружие, лекарства, наркотики. Пять видов. Все остальное делайте день и ночь. И никаких налогов. Ноль налогов. И кредиты ноль. Без всяких процентов. И арендные помещения выдаются немедленно. Валюту всю немедленно продавать на рубли. И ограничить переводы валюты за рубеж. И включить печатный станок. Чтобы денег хватило на все то, о чем я сказал. Без этого не обойтись. Это нужен бум. И страна заработает. Чтобы вы сейчас смотрите, все темно кругом. Шесть часов, там пять часов. У нас рано темнее. Все должно гореть. Подвалы, все подсеки, все помещения. Чтобы люди могли работать. Последнее. Пропаганда. Я не говорю про телевидение. Радио. Наши миллионы учеников в школе. Что им преподают? Русская литература. До сих пор главный герой Муму Герасим. Это что такое вообще? Глухонемой дворник. Главный герой. И эти учатся. Нужно быть глухонемым дворником. И жалеть маленькую собачку. Это что такое вообще? Кого мы взращиваем? Я сказал, главный герой барыня. Она. У нее усадьба. У нее дом. Во есть на причисленнике она живет. А он мигрант. Откуда-то глухонемой. В деревне. То есть это же пропаганда. Вот я школьникам представил урок. Несколько уроков. Вам через Песково кассеты передадут. Вот если наши учителя будут так уроки давать в школе. У нас будет другое поколение. Сегодня учителя. Это не урок. Они преподают так нашу историю. Литературу. Географию. Что ученикам противно сидеть на уроке. Вот называют лучшие учителя года. Дайте мне ваших три лучших учителя года. И я дам урок в любой школе. И пускай ученики скажут. Это лучший учитель года им нужен. Или так, как я им прочитал урок. Это по-другому делаю. Я направил Ливанову министру образования. Кассету с моими уроками. Тишина. Чиновники ничего не делают. Но пускай ученики решают. Ученики. Если скажут, что вот такой урок им нравится. Они сидят. У них глаза на лоб лезут, когда не слушают меня. И спят, когда перед ними уходит такая старая дама. И что-то начинает шавкать про то, что ей самой противно. Она сама уже забыла. И Тургенева, и Гоголя, и всех остальных. Спасибо. 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 Спасибо.